Шкода приехала на франкфуртский автосалон с двумя моделями в исполнении Монте-Карло. Такие модификации, названные в честь успехов марки на знаменитом ралли, уже бывали в гамме Yeti, Fabii, Citigo и у знакомого нам Rapido. Теперь такие появились у новейшего хэтчбека Scala и соплатформенного кроссовера Comique. Обе новинки не изменились технически, но отличаются черными декоративными элементами на кузове и красными акцентами в черном салоне со спортивными сидениями. В России эти машины мы пока не ждем. У нас есть Rapido Montero в России, и его проблема в том, что произвести этот нишевый модел, даже если тебе кажется, что это маленькие вещи, они действительно очень дорогие. У нас в Монте-Карло больше не будет, потому что мы не достигли этого объема, чтобы это было разумно. Зато предстоящей зимой Skoda выведет на наш рынок новый кроссовер Karoq. И это не единственная задача российского представительства. Мы тоже планируем ввести на рынок новый Rapido. В принципе, тоже такая полностью новая машина, тоже российское производство. И сроки очень похожи на Karoq. О новом Rapido известно только то, что он будет выпускаться в России и разделит агрегаты других компактных моделей марки. В это же семейство входит и компактный Камик. Поэтому появление третьего кроссовера в линейке Skoda выглядело бы вполне логичным. К слову, в краш-тестах Euro NCAP Камик получил максимальную оценку в 5 звезд. За безопасность взрослых пассажиров эксперты поставили 96 баллов, что стало одним из высочайших результатов за всю историю испытаний.